базы для конфликта для кризиса могут быть конечно социально-экономические и скорее всего я с вами соглашусь как в прошлом историк в том что под многими конфликтами если не под всеми лежит социально-экономические конечно отношения и неравенство и так далее но в любом случае какой-то протесты или выступления или как или там стороны конфликта они всегда находят некие идеологические потом обоснования своей борьбе там и так далее вот в случае с допустим чеченской республикой ну насколько я мог следить там со стороны то здесь возникает и исламизм и и идеи там шамиля и борьбы с царской еще россии так далее вот они даже по некоторым роликам таким пропагандистским которые делали в свое время люди которые воевали против федеральных войск они вот очень часто эксплуатировали допустим ту же вот историю с войной за кавказ еще дампа позапрошлых веков так вот все-таки на ваш взгляд какая из этих идеологий которую примеряли на себя там пускай прикрывая вот эти социально-экономические корни она все-таки главенствовал и какая сейчас если есть те если те люди которые вот сейчас продолжают какую-то вооруженную борьбу дело в том что когда мы говорим об исламизме допустим в начале 90-х годов там вообще какой-то об исламском оттенке всех этих движений национальных вообще говорить не приходится его по сути дела и не было изначально потому что ну как чеченцы все это мусульмане правоверные они сунниты и при этом они суфии вот для суфи это вот настоящих суфи они тех которые как бы кидываются все таки вот эта внешняя форма религии то есть внешняя ритуальность она не имеет абсолютно никакого значения вот главное как бы внутреннее состояние человека его отношение к миру отношение к другим людям и взаимоотношения с людьми и в этом смысле суфизм отличается высокой степенью толерантности и я думаю что я по крайней мере не вижу такого исламского оттенка то что касается фигуры шамиля и мама шамиля то отношение к нему в чечне было неоднозначно и может быть даже большей степени отрицательное то есть он как бы не был идеалом там борьбы за независимость и так далее дело в том что когда была очень популярна книга нашего известного историка бузара и домирова долгие ночи и там по сути дела вот это этот роман он оказал во первых очень сильное влияние на умы чеченской молодежи того времени с другой стороны он преподносил и совершенно объективно и мама шамиля как человека который по сути дела главной целью которого уже концу кавказской войны стало уничтожение чеченской этничности чеченской национальной идентичности и поэтому то есть он в принципе не мог быть фигурой другое дело что уже потом когда вот этой этому конфликту подключились люди которые финансировались различными спецслужбами пытались придать вот всему что тому что происходило в чечне какой-то уже такой исламский оттенок то конечно там использовались совершенно различные фигуры и имама шамиля и шейха мансура и фигуры каких-то других религиозных деятелей времен кавказской войны этаж ухаджи притом как бы допустим допустим фигура того же бибулата таймиева и царского офицера и руководителя восставших чеченцев который пытался увести чеченцев от кровавой войны с россией пытался найти какой-то компромисс и объединить все всех обвинить все кавказские народы для того чтобы найти с царской администрации какой-то приемлемый компромисс который устраивал бы обе стороны он принципе потом в конце концов был предательский убит и уже тогда инициатива перешла прежде всего к религиозным авторитетом которые придали вот в принципе уже в те времена этой войне такой характер священной войны против неверных хотя по священной книге мусульман корану христиане и иудеи являются людьми писания и в принципе не являются врагами мусульман и поэтому просто так объявить жихад христианам или иудеям принципе правильный мусульман не может то есть для этого должна быть объективная причина что этот неверный пришел на твою землю и хочет убить тебя только в этом случае если ты защищаешь свою жизнь защищая своих жизнь своих близких только тогда ты можешь как бы совершить убийство и при этом это считается самым страшным грехом в исламе убийство другого человека независимо от того какой он веры мусульманин христианин иудеи поэтому вот эта попытка придать этому исламский характер этому движению первую войну первые годы этого конфликта она не имела никакого успеха среди даже среди таких наиболее ярых сторонников независимости а вот вообще по идеологии вот во время первой и второй войны там вообще были какие-то изменения серьезным но дело в том что во время в начале второй войны очень активизировались силы за которыми стояли я просто буквально в этом уверен какие-то явно спецслужбы и потому что они были заинтересованы в том чтобы этот комплекс делать таким практически перманентным во первых тянуть него другие народы кавказа то есть уже сделать его таким конфликтом цивилизации то есть конфликтом как они говорили христианство христианская исламская цивилизация хотя тогда не христианство не было в россии не ислама не было на кавказе по сути дела это нужно было для того чтобы каким-то образом прикрыть свои какие-то более земленные цели и и в этом смысле конечно первая война вы помните даже отношения противников друг другу такой более благородная то есть и более гуманная и другой стороны многие я дозил в москве и многие строители российской интеллигенции они испытывали чувство симпатии по отношению там джахару дудаеву по отношению к участникам сопротивление того времени то есть они считали что действительно принципе было и тогда была реальная возможность просто в принципе не было необходимости и не было никаких таких объективных причин для начала такой широкомасштабной войны достаточно было пригласить дудаева москву сесть им за стол переговоров и он бы на каких-то правах вошел бы состав россии без всяких проблем то есть и это прекрасно все знали и когда даже уже российские войска подошли границами гушетти никто не верил что будет война потому что во первых народ не был готов войне люди не были готовы воевать убивать своих же братьев которые буквально недавно служили вместе в армии сидели как бы за одной партой и так далее то есть и для этого конечно нужно было сразу же пролить очень много крови ожесточить людей там и ну даже этого не произошло первое на во вторую войну не стала работать очень очень мощная такая исламистская машина стали работать телевизионные центры всякого рода которые в общем занимались тем что буквально сутками такие прогоняли ролики я показывали мусульман джихаде какие-то непонятные исполнялись арабские песни там мелодии так далее но в принципе это тоже никакого значения не имела то есть никого влияние на чеченского общества в основной своей массе не имела но с другой стороны после юртовских соглашений вот когда чечня осталась опять же сама с собой своими экономические проблемами политическими проблемами когда вновь избранный президент слава маскадов оказался по сути дела не способным навести порядок заставить подчиняться себе большинство полевых командиров и по сути дела государства как такого не было то есть люди каждый человек спасался как мог и в плане допустим спасение своей жизни свободы жизни свободы своих близких и плане экономическом то есть как вот выжить заработать кусок хлеба и и вот и в этих условиях не тейпы в принципе даже были какие-то съезды тейпа попытки на самом деле они тоже не способны были организовать какие-то большие группы людей то есть собирались люди которые хотели какие-то вот ниши занять верхней части этой структуры и соответственно это все тоже не работало